Всем привет! Я продолжаю публиковать ответы ваших вопросов к офтальмологу. И сегодня мы поговорим про чтение лёжа, в транспорте, либо же с лампами с различными. Стоит ли включать верхний свет или достаточно только настольные лампы? А просмотр телевизоров можно ли в темноте его смотреть? Или достаточно только того света, который мелькает от самого телевизора? Словом, эти и другие вопросы про гигиену зрения в целом. И ещё поговорим про защиту от солнца, про очки, поляризацию в очках. Я думаю, вам будет тоже об этом интересно узнать. Конечно же, на ваши вопросы отвечает главный офтальмолог Украины, профессор, доктор медицинских наук Сергей Александрович Рыков. Что касается света, конечно же, это должна быть лампочка с жёлтым цветом. Более полезным. Почему? Потому что с холодным цветом, белым, синим, голубым, это очень сложный цвет. И он очень токсичен. Поэтому глаз устаёт от синего. Существуют такие научные исследования. Поэтому, конечно же, показано бежевый какой-то цвет, жёлтый цвет. Да, или же вам по накаливанию обычно. Но вот что касается на столе, нужно ли верхний свет включать при чтении с настольной лампой? То есть это как? При длительном чтении, да. Если до 15 минут, можно под настольной лампой. А при длительном, конечно же. Почему? Потому что, когда мы работаем в темноте, у нас расширяется зрачок. Когда ребёнок или человек читает в сумерках, это очень плохо. Почему? Потому что в темноте расширяется зрачок. Глаз имеет определённую структуру. Если вы видите, вот есть такой чёрненький зрачочек. И когда в темноте ребёнок читает, то в темноте расширяется вот именно зрачок. То есть радужка занимает вот такую форму. И она заходит, радужка, прямо в угол передней камеры. То есть расширяется зрачок, не узенький, а он становится широкий. И заходит в угол передней камеры. И может заблокировать угол передней камеры. И у людей в возрасте 40 лет и больше, которые имеют дальнозоркость, какую-то остаточную где-то плюс 2, получить приступ лоуком. Поэтому, конечно же, читать и смотреть телевизор, желательно при включённом в верхнем свете. Особенно людям, у которых есть подозрения на глоукому. Или же в людей, которые имеют наследственный фактор, то есть родители имели глоукому, или же гипертоническую болезнь. Тогда желательно всё-таки обязательно включать верхний свет. То есть к компьютеру практически тоже относятся, да? Конечно, к компьютеру также относятся. Есть ли какие-то критерии в фильтрах, если вы знаете? Либо же, как подобрать солнцезащитную близорукость, да? То есть, как быть с этим? Поляризация, она на что-то вообще влияет? Мне комфортно с поляризацией. А это вообще полезно для зрения? Человек не рождён для того, чтобы выходить и смотреть в зенит солнца. Человек не рождён, чтобы выйти и смотреть в горизонт. Если вы забыли свои солнцезащитные очки и вышли на пляж, можно себя защитить. То есть природа вас защищает. Каким образом? Не поднимайте глаза в зенит солнца. Смотрите на горизонт и не выше. На горизонт и лежим вниз. И глаз сам вам поможет. Не века. А внутри глаза есть сетчатка. Сетчатка имеет пигментный слой, проходят фотохимические реакции именно в этом слое. И сетчатку этот слой защищает, то есть он прикрывает сетчатку от ожога. Потому что если человек в зените посмотрит, скажем, летом особенно, то есть в 12 часов дня на солнце, то может получить ожог в макулярной области. То есть это центры сетчатки. А ожог в макулярной области приводит уже к слипоте. Чаще всего мы видим вот такие ожоги. Вот последнее затемнение солнца, которое было летом, я не знаю, наверное, несколько лет тому назад. После него я знаю 8 случаев у детей ожогов сетчатка. Смотрели на затемнение? Конечно, да. Сколько они рассказывают. И я своих офтальмологов, всех региональных, прошу, пожалуйста, вот здесь радио, телевидение, расскажите, как нужно смотреть на солнце. Возьмите просто обычный диск, вот через диск посмотреть. То есть можно через солнцезащитные очки посмотреть. Ну, только, ну, конечно, в идеальном варианте существует вот маска для специалистов, которые занимаются сваркой. Через эту маску там стекло вообще полностью, но безопасно для того, чтобы посмотреть. Самое главное, даже самое плохое солнцезащитное стекло или же пластик, это лучше, чем летом ходить без солнцезащитных очков. Это первое. Второе. Есть показания. То есть надо знать, зачем вам солнцезащитные очки. Если вы едете, например, на море, это одно. Если вы едете к бабушке, там будет лес. Это другое. Если вы едете в горы, где будет снег, это совершенно другой процент затемненности солнцезащитных очков. Поэтому вот здесь я рекомендую вам, то, пожалуйста, обратитесь к доктору, и он четко скажет, какой процент защищенности должен быть. Может быть, это и 85. А может быть, это 40. То есть вот это вот. Доктор же определит по моему состоянию? По вашему состоянию. Если у вас голубые глаза, надо еще темнее дать. Потому что там особенности. Очень много особенностей. Поэтому, ну, единственное, что, конечно, предпочтение отдавайте традиционным цветам. Цветам это серый цвет, коричневый цвет. Ни в коем случае не голубой. Зеленый цвет тоже очень хороший, но специальные очки существуют для больных с глаукомой. А близоруким? То есть есть какие-то принципы выбора очков? Близоруким тот же принцип. Только единственное, что близоруким имеют покрытие на свою диаптринность, еще покрытие, скажем, определенной интенсивности. Понятно. А вот насчет поляризации. Как-то это вообще влияет на здоровье глаз? Поляризационный лучше или не обязательно? Вы знаете, нет таких научных исследований, что они вредят или же там улучшают или ухудшают, нет. Мне тоже комфортно. Я на рыбалке надеваю поляризационные очки, мне очень хорошо. Я вижу, скажем, вот волны, когда мелкие, в общем-то они исчезают. Ряд. Да, я вот это вот, да. И я вижу, хорошо поплавок. Поэтому, в принципе, я думаю, что это не имеет особого значения. Кардинального на орган зрения, на повреждение точно не имеет. Очень важный момент – это дистанция между зрачками. Существует европейский стандарт. Женщины 62 мм, мужчины 64 мм. Но это стандарт. Если вы чувствуете, что вы не стандарт, что вы личность, что вы отличаетесь от среднестатистического, сходите в оптику, пусть вам померяют расстояние и назначат правильную дистанцию, потому что, если у вас дистанция 62, а вам дадут 68, вы выберете себе красивое, роскошное, да, 68, у вас будет тенденция к расходящемуся косоглазию, и у вас будет напрягаться мышечный аппарат глаза, вы будете уставать в этих очках. Если у вас 62 дистанция, а вы возьмете 54 дистанцию, у вас будет тенденция к сходящемуся косоглазию, и у вас тоже будет напрягаться мышечный аппарат глаз. А как правильно сформулировать пациенту вопрос в оптике? Позовите мне доктора по мере дистанции, чтобы выбрать солнцезащитную? Это совершенно на расстоянии между зрачками. И в солнцезащитных, я просто хочу уточнить, она повторяется, да? Да, нет, нет, это очень важно, это солнцезащитная. Если взять транспорт, то, конечно, оптимальный вариант, где можно еще читать, это метро. Потому что это, в общем-то, в идеале это самолет. Потому что там минимальный вариант вибрации. Почему вибрации? Потому что мы смотрим на текст, и орган зрения постоянно меняет точку фиксации. То есть для этого он напрягается. То есть мы напрягаем аккомодацию, напрягаем орган зрения. А лёжа? Можно ли читать лёжа? Это влияет как-то? Вы знаете, нигде не написано, что нельзя читать лёжа. Поэтому это нигде не прописано, и никто не скажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова